Если ты сейчас одержишь третью победу, третий раз ты защитишь свой титул и хочешь перейти выше на одну дивизион на 170 и туда уже тоже там со чемпионом, двойным чемпионом. Нет, я буду работать в своем дивизионе. Хочу остаться в 70 килограммах. В твоей браке Хабиб, Ислам, вы постоянно побеждаете. Что вы делаете, чтобы продолжать выигрывать? Те же самые вещи, что делают другие ребята, но немного больше. То есть лучше тренируетесь? Возможно, я не знаю. Но это не только тренировки. Это религия и то, откуда мы пришли. Мы пришли с гор, где людям приходится тяжело. Я думаю, дело в этом. У вашей команды много побед, что ты не боялся. Что тебя мотивирует? Быть номером один, доказывать. Мне нравится соревноваться, нравится чувство, когда судья поднимает мою руку. Таких эмоций не испытаю в других местах. Я скучаю по этим эмоциям, поэтому я здесь. У тебя с Шабриом была дверь взглядов. Что ты увидел в его глазах? Я увидел в его глазах. Вышла игра FIFA 25. На какую команду ты играешь? Реал Мадрид. Ислам Махачев, первый номер рейтинга Pound from Pound UFC. Ты наверняка будешь первым номером здесь. Что для тебя и для команды это значит? Я думаю, не очень правильно об этом говорить. Сначала мне нужно это доказать. Но это значит, что наша команда лучшая, что мы все делаем правильно и двигаемся в правильном направлении. Судя по всему, в этом бою у тебя будет лучший состав угловых историй. Махачев, Хабиб, Хабьер Мендес, Умар. Чей голос ты слышишь в первую очередь? По Махачеву я не знаю. Наверное, будет Ислам Мамедов. В первую очередь я стараюсь слушать Хабиба и Хабьера, а также Умара. Но вообще я слышу всех ребят в своем уме. Похоже, что фамилия Нурмагомедова становится одной из самых талантливых в ММА. Что ты думаешь о сравнении Нурмагомедова и Грейси? Я думаю, что Нурмагомедова это самая большая фамилия в ММА. Планируешь ли ты перевести шаблю и сбивать на протяжении 25 минут? Да, я знаю, как я могу выиграть этот бой. Я буду давить на него, заставлю встать, после чего буду играть с ним. Ты написал в Инстаграме, если бы это было легко, все бы это делали. Насколько важно сохранить дисциплину и делать тяжелые вещи? В наше время тяжело быть мужчиной. Тебе нужно доказывать. Никто не будет любить тебя просто потому, что ты мужчина, даже родители. Я могу ответить, Раша? Когда ты просто сидишь дома, тебя даже свои родители имеют в виду, они выгоняют, говорят, иди найди работу, займись чем-нибудь. Тебя особо не ценят общество, когда ты не делаешь и просто тратишь свое время зря. Поэтому, если ты хочешь, чтобы тебя любили, уважали и ценили, так же, как и в семье, так и в обществе, тебе надо работать. А работать это в каком плане? Надо работать, выкладываться. Тяжелая работа, она всегда окупается. Шабли говорил, что на стандартане сказал тебе, «Посмотрим, чей бой с теней лучше». Это правда? Может быть, его бой с тенью лучше, но в клетке ты не будешь драться с тенью. Я сказал ему, может быть, твой бой с тенью лучше, но как насчет грепплинга и борьбы. Ты был в углу Умара в бою с Нахаином. Сейчас он будет в твоем углу. Вы вместе достигли многого в спорте. Что для тебя это значит? Умар привел меня в этот спорт. Мы начинали с борьбы, он взял меня на борьбу. Потом был муай-тай, он взял меня туда. Мы тогда жили в деревне и потом переехали в Махачкалу. Я следовал за ним. В каждом зале он говорил, тебе нужно сделать вот это и вот это. Конечно, я счастлив быть частью этого с Умаром. Я знаю, насколько он дисциплинирован и что его мечта скоро станет реальностью. Я счастлив за Умара. Многие считают, что Шабли будет самым серьезным соперником в твоей карьере. Я верю в тяжелую работу. В первую очередь, верю в Бога. Если Он с тобой, никто тебя не победит. Я проделал очень тяжелую работу. Я спрашивал у Хабиба, что ты думаешь о нем? Мы все сделали правильно. Он сказал, да, ты в своей лучшей форме. Для меня этого достаточно. Я на 100% знаю, что выиграю этот бой. Как думаешь, Шабли постараются избежать борьбы и провести бой в стейке? Если вы посмотрите мои бои, то увидите, что я делаю. Я выбираю, когда будет борьба, когда грэппинг, когда ударок. Вы не найдете боев, где я 25 минут только борюсь. Я могу остаться с ним в стойке, потому что у меня неплохая ударка. Я думаю, что в стойке я более опасен. У меня длиннее руки, я выше него. Ему будет сложно сокращать дистанцию, потому что я умею ее контролировать. Я могу к нему подготовиться, а он не сможет подготовиться ко мне. В этом разница. Шабли сказал, что заслуживает пояс больше тебя. Для меня все равно. Даже если бы он до этого подрался 25 раз, мне все равно. не важно. У него не было громких имен для меня. Никто не знает его в США. Да, для России это хорошее имя, но мы в Америке. Шабли сказал, что этот бой очень важен для российских болельщиков. Как ты считаешь, насколько это громкий поединок для твоих фанатов? Это очень большой бой. Я чувствую, как люди в моей стране поддерживают меня. Ты говорил о разнице между вами. Что ты планируешь делать, с чем Шабли раньше не сталкивался? Он не сталкивался со мной. Я думаю, что встреча со мной будет самой сложной в его карьере. Что для тебя важнее, рекорд без поражений или пояс? У меня нет проблем с деньгами, и мы здесь для наследия. Но, конечно, деньги это одна из частей всего этого, что неплохо. Многие бойцы говорят, я понимаю, что однажды у меня будет поражение. Тебе в голову приходят такие мысли, или ты думаешь, что можно пройти карьеру без поражений? Нет, в моей голове одно слово. Непобежденный. Никто не сможет меня победить. Шабли сказал, что ты еще не показывал 100% своих возможностей клетки. Что ты об этом думаешь? Возможно, иногда я делаю ровно столько, сколько нужно. С примусом я не дрался на 100%. Зачем? Я все видел и чувствовал, что этот парень медленный. Поэтому просто сохранял энергию и бил его все 5 раундов. Зачем мне выкладываться на 100%, если я могу драться на 50% и показать, что этот парень на моем уровне? Хабиб сказал, что ты будущий ММА. Даниэль Кармия назвал тебя самым талантливым. Издор Магомедов. Чувствуешь ли ты давление за эти слова? Давления нет. Я рад слышать эти слова. Надеюсь, что это докажу. Было много разговоров о том, что ты сказала, шабли, как ты себя чувствуешь и так далее. На фоне всего этого, насколько сильно твое желание выйти в клетку, показать что-то лучшее в мире и всех заткнуть? Я очень счастлив, что бой уже скоро. Завтра я наконец-то смогу хорошо поесть. А послезавтра выйду в клетку и всех заткну. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok